Здравствуйте! Это новости на ТНТ. В студии Екатерина Кравцова. И вот о чем мы расскажем сегодня. Просим покинуть помещение. В Березняках приостановлена работа кинотеатра и торгового центра. У нас в выходные была скрытая проверка. Продолжаем следить за ситуацией вокруг единственной в городе общественной бани. Сегодня расскажем новые подробности. В дальнейшем работу бани планируется продолжить. И до чего техника дошла. В Березняках прошел третий городской робототехнический турнир. На что способны юные конструкторы. Кто-то с детства умеет собирать это все, ему это проще, а кто-то владеет, ну, больше влада с компьютером. Эхо Кемеровской трагедии докатилось и до Березняков. По всей стране прошли массовые проверки систем пожарной безопасности. Наш город не стал исключением. За грубые нарушения по решению суда закрыли кинотеатр и крупный торговый центр. Обо всем подробнее в репортаже Сергея Коленика. У нас в выходные была скрытая проверка. Приезжали пожарные представители. Можете узнать об этом. Провели скрытую проверку. Никаких нарушений не было выявлено. Хотелось бы верить директору кинотеатра, но проверка показала. Находиться в мелодии опасно для жизни. Прокурор вышел в суд с требованием временно закрыть оба зала в кинотеатре. Судья инициативу поддержал. И вот как гром среди ясного неба заходят приставы и шокируют руководство кинотеатра. Судья, обратитесь, не знаете, за что, почему. У нас в суд не приглашали. Вообще мы не знаем, почему. Зрителям вечернего сеанса все-таки дают досмотреть фильм до конца. И кинотеатр закрывают по техническим причинам. Все выходы в залы пломбируют. Объявления на дверях вводят в ступор посетителей. Клуб этажом выше не трогают. Видимо, там все в порядке. Поступил исполнительный лист о приостановлении деятельности кинотеатра «Мелодия», расположенного по адресу улицы Юбилейная 49. В связи с выявленными нарушениями в ходе проведения проверки прожарной безопасности. Нарушения нашли и в Буме. Судья также решил приостановить работу этого торгового центра. У продуктового магазина, что на первом этаже, есть сутки на срочный переезд. Сейчас мы будем приостановывать деятельность всего торгового центра. Избушка на клюшку, но у всех возникает один вопрос. За что конкретно? Какие нарушения нашли огнеборцы в кинотеатре и в торговом центре? История об этом умалчивает. Все замечания будут оглашены на следующих судебных заседаниях. Лишь после работы над ошибками заведения откроются вновь. У нас в торговом центре есть проблемы с оповещением пожарной безопасности. Мы как раз проводили работы по устранению этих недочетов, но наши органы среагировали очень оперативно, закрыли. Мы в кратчайшие сроки все устраним, и ваш торговый центр снова будет работать. Всегда будем рады видеть вас. Устранять замечания придется под контролем судебных приставов. Люди в погонах будут приезжать собственноручно снимать пломбы и запускать в помещение рабочих, а после вновь пломбировать двери. Покупатели магазина мебель просят не волноваться. Вся заказанная мебель будет привезена и доставлена в срок. Сергей Каленик, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. А теперь к новостям власти. На этой неделе началась апрельская сессия думских комиссий. Березняковские депутаты обсуждают злободневные темы и задают чиновникам администрации неудобные вопросы. Какие именно, знает наша съемочная группа. Депутаты, кто за то, чтобы начать работу комиссии, прошу голосовать. Иди на глаз, спасибо. Работа комиссии началась гладко да ладно. Обсудили изменения в городском бюджете, одобрили передачу земельного участка под так называемой пьяной дорогой в ведение края. Кстати, не из щедрости, а ради ее ремонта. А вот на вопросе благоустройства, как говорится, нашла коса на тополь. Жители могли заявиться в программу по зеленому хозяйству, да? А теперь, как бы для того, чтобы спилить дерево, они должны быть участниками программы формирования современной городской среды. Могут ли жители в рамках программы формирования современной городской среды просто спилить дерево? Одно мероприятие нет. Нет. Кроме того, была озвучена статистика по детским преступлениям и беспризорности. Оказалось виной всему незаинтересованность подростков в дополнительных занятиях, в том числе и спортивных. К слову, проблемы популяризации спорта тоже не остались за кадром. У нас этот год особый. Чемпионат мира в стране будет проходить по футболу. Наверное, последний раз в истории. Поэтому у меня вопрос следующий. Какие-то мероприятия, некая, я не знаю, фан-зона, какие-то мероприятия будут посвящены этому событию? Нет. В наших учреждениях пока не планируется. Подробнее о вопросах, обсуждаемых народными избранниками, мы расскажем в завтрашнем выпуске нашей программы. Дмитрий Сидельцев, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. Продолжу хорошими вестями с городских дорог. Аварийность по сравнению с минувшим годом упала в разы. Число погибших уменьшилось почти на 70%. Подробности у Сергея Каленика. За первые три месяца в городе произошло полсотни аварий. Погиб один человек. 57 получили травмы. К слову, статистику старательно портят дети. Школьники чаще стали перебегать в неположенных местах и цепляться за троллейбусы. Всего же на дорогах пострадали 12 несовершеннолетних. А это рост по сравнению с прошлым годом. Воспитывайте своих детей, чтобы потом не нести такие тяжелые последствия. Потом ведь можно не восстановить здоровье вообще. И останется человек овощем. Инспекторы ДПС не в силах в одиночку противостоять натиску нарушителей. Тем более, что штат не полом. На выручку должны прийти мы с вами. Увидели нарушение? Не поленитесь. Достаньте телефон, снимите на видео или же сфотографируйте нарушение. Главное запомнить номер машины, время и место. О безалаберном поведении автомобилистов необходимо сразу же сообщать в ГИБДД или по телефону 02. Это как пожелание к нашим гражданам. Не надо считать это, как я стучать на соседа не буду. У нас очень часто участились случаи, когда граждане у нас ездят в состоянии опьянения. И кто-то их видит. У дорожных полицейских выходных нет. В конце каждой недели в городе проводятся рейды. В которых инспекторы останавливают всех поголовно. И эта мера принесла свои положительные плоды. В следующий раз сотрудники ГИБДД отчитаются за полугодие. Сергей Коленик, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. Первый в этом сезоне укус клеща в Прикамье был зарегистрирован в Карагайском районе. По-настоящему теплые весенние деньки не за горами, поэтому нужно быть готовым к клещевой атаке. В Березняках тем временем открылась сезонная лаборатория по исследованию кровопийцев. Что делать, если вас укусил клещ? По словам врачей, чтобы не стать жертвой клеща, нужно соблюдать основные правила. Надевать светлую одежду, плотно прилегающую к телу. Использовать аэрозоли от кровопийцев и осматривать друг друга после лесной прогулки. Если клещ вас все же укусил, ни в коем случае не доставать его самостоятельно. Лучше доверить это профессионалам. Снятие клеща осуществляется круглосуточно в травмпункте. Здесь же можно сдать клеща на исследование. То есть травмпункт принимает клещей и самостоятельно персоналом лечебного учреждения доставляется в лабораторию. Единственный пункт приема клещей в Березняках – это травмпункт Надеменева, 12, в здании поликлиники. По словам специалистов, исследование насекомых на наличие энцефалита обойдется вам в 221 рубль. Заразен клещ или нет, можно получить уже на следующий день после обследования. А мы продолжаем следить за судьбой общественной бани. В прошлых выпусках мы рассказывали об огромной задолженности за аренду помещения, где работает баня. Тогда судебные приставы потребовали срочно освободить помещение. Арендатор задолжал городу почти 3 миллиона рублей. Предприниматель, теперь незаконно занимающий помещение с февраля этого года, признан банкротом. Он обязан по решению суда освободить здание. Затем мэрия будет подыскивать более опытного арендатора. Городскую баню чиновники закрывать не собираются. Далее цитата. Баню посещают от 30 до 70 человек в сутки в зимнее, осеннее, весеннее время года. И от 10 до 30 человек в летнее время года. Возраст посетителей от 30 до 50 лет. Администрации города планируется после освобождения здания от фирмы Ива передать здание иному пользователю. В дальнейшем работу бани планируется продолжить. 55-летний юбилей отметил Березняковский джаз-оркестр под руководством Станислава Алексеева. Больше полувека музыканты виртуозно исполняют музыкальные произведения и приводят в восторг зрителей. Чем на этот раз удивили артисты, узнаете далее. Именно с этого вальса под названием «Грусть» все и началось. 10-летний Станислав Алексеев услышал эту мелодию в исполнении военного оркестра и навсегда влюбился в музыку. И вот уже 55 лет он стоит у руля джаз-оркестра, настоящей гордости Березняков и неотъемлемой части нашей музыкальной культуры. В репертуаре джаз-оркестра почти 500 произведений. За 55 лет существования музыканты объехали множество городов и стран. В их копилке огромное число творческих достижений. Сегодня оркестр – это визитная карточка города. Традиционно они участвуют в демонстрациях 1 мая и на митингах у Вечного огня. Однако у оркестра есть еще одна, своя собственная традиция – исполнение известных песен на концертах вместе с залом. Понимаете, музыка облагораживает, она высвечивает самые такие чистые моменты в жизни человека и воспитывает, и дает им импульс какой-то, понимаете. Без музыки нельзя, поэтому нужно детей приучать не знаю как. Дело в том, что не обязательно быть профессиональным музыкантом, но если детей воспитывают вот в такой музыке, например, то это здорово. К слову, сам маэстро не только руководит оркестром. В этот праздничный вечер он решил удивить собравшихся и сам взял в руки музыкальный инструмент. Музыка прекрасная, концерт замечательный. Желаем Станиславу Вениаминовичу творческого долголетия, ну, собственно, как и всему оркестру. Я бы пожелала благодарных зрителей, пожелала бы, чтобы всегда на сцене звучала прекрасная мелодия, пожелала бы здоровья, долгих лет, творческих удач. Творческих побед и успехов музыкантам желаем и мы. Екатерина Кравцова, Дмитрий Воронушкин, Новости на ТНТ. Накануне юные березняковские танцоры студии брейк-данса «Юнион Диэс» побывали на краевом фестивале танца «Держи ритм». О том, какие награды привезли из Лысьвы будущие мастера этого танцевального направления в нашем следующем сюжете. Музыка Десятки соперников со всего края позади. И вот он, полуфинал. Решающее танцевальное состязание, или, как его еще называют, батл. Трое участников, и все они из березняков. Но выйдут в финал лишь двое, а победитель и того один. Но точно ясно, весь пьедестал почета займут наши ребята. Нам очень эмоционально все было, быстро. Ну, тяжело не было, было тяжело между своими только бороться. Ну, мы как бы все из одной команды, и все равно надо радоваться за своего друга, кто тоже победил. То есть я и не расстраиваюсь, и не расстраиваюсь, потому что как бы он мой друг. И если Алина и Гоша сражались друг с другом в финале, то Семену немного не повезло. Он занял третье место, однако, по словам парня, этот результат его нисколько не расстраивает. И до триумфа ему не хватило самую малость. Устал очень. Было два таймбрейка, то есть я ушел сначала на стендспола, и потом обратно. Меня сразу же позвали отдохнуть не успею. Танцевальная студия Union DS существует всего год, однако за это время ее воспитанники стали призерами соревнований разного калибра. И все благодаря не только серьезному подходу к делу и самоотдаче, но и тренерам. К слову, наставник Евгений Тарасов тоже ездил с ребятами в Лейсву и принимал участие в танцевальной битве. В своей возрастной категории он занял первое место. Готовились. В прошлый год ездили, только мы ездили без своих воспитанников, я также занял первое место. Сложно, но будем стараться учить, тренировать наших детей и сами повышать свой уровень. Еще в далеком 2005 году Евгений, будучи мальчишкой, собирался с друзьями и самостоятельно оттачивал танцевальные движения. Затем появилась идея тренировать детей и развивать направление брейк-данса и хип-хопа в Березняках. Ведь главное в этом деле – держать ритм и никогда не останавливаться. Михаил Бондарев, Степан Некрасов, новости на ТНТ. Еще 30 лет назад роботы ассоциировались с научной фантастикой, а теперь и школьник может собрать и запрограммировать электронного товарища за полчаса. На базе школы номер 2 прошел третий городской робототехнический турнир «Робостар». Репортаж Евгении Кокшаровой. Вот так выглядит борьба с умом среди роботов. Задача каждого мини-киборга – вытолкнуть соперника из круга. Электронные бойцы сделаны из специальных конструкторов лего. Мозги – это программы, которые пишут сами дети. У роботов есть и имена – «Делориан», «Титан», «Квантум». Вот в схватке легкого и маневренного «Аквила» побеждает основательный «Робофокс» – творение команды третьей школы. В основе, конечно, лежит программа поиска противника, атаки и, конечно, то, что он видит линию. Ну, в основе, конечно, надо большой вес иметь робота, чтобы им следовательная и прижимная сила будет больше. Сегодня робототехника – это дорогое удовольствие. Ведь один такой набор лего стоит в среднем от 25 до 40 тысяч. Однако сейчас всем родителям стоит выдохнуть, ведь наборы приобретают школы города. Кружок робототехники теперь есть практически в каждом учебном заведении. После боев с умо ребятам за 40 минут надо разобрать своих бойцов и создать новых, чтобы те могли чертить геометрические фигуры и считать предметы. На все про все 40 минут, и ребята делятся на конструкторов и программистов. Кто-то с детства умеет собирать это все, ему это проще, а кто-то владеет, ну, больше влада с компьютером. А ты вот сколько уже написал программу или нет, еще пишешь? Я думаю до конца, потому что я не уверен, что она правильная. Это, в общем-то, юные программисты, потому что здесь нужно составить программу. Как знаем, что развитие у нас идет, что программирование и умение программировать, это, в общем-то, прогрессивное сейчас направление образования, да. А второе – усидчивость, внимательность, да, математические расчеты, то есть здесь все нужно рассчитать. А пока лучшие умы березняковских школ создают роботов, зрители чемпионата в кабинетах знакомят с другими чудесами прогресса. Вот режиссер нашего канала Виталий Третьяков демонстрирует технологии 3D-печати. На 3D-принтере уже печатают дома и машины, протезы и даже кости. Виталий же с помощью умной техники оживляет историю. Это животное, которое давно вымерло, его нашли наши археологи, череп этого вымершего животного. Вот. Он хранится в музее. Они обратились ко мне, чтобы я сделал скан этой модели. То есть за счет фотограмметрии, да, мы получили 3D-модель объекта, ну, этого черепа. А в дальнейшем я уже печатаю ее на 3D-модели. Между тем, ребята уже сдают первых роботов-чертежников. С заданием справляются не все, но это значит, нужно подтягивать свои знания в информатике. И кто знает, может быть, через десятилетия эти ребята из Березняков будут программировать уже более серьезные машины, которые заменят человеческий труд и будут спасать жизни. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости на ТНТ». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.newssobacomile.ru или по телефону 43 17 11. Это все, о чем мы сегодня успели вам рассказать. Далее прогноз погоды и новая серия проекта «Бизнес-среда». На этой неделе героями программы стали наши земляки, предприниматели из Березняков, основатели компании по продаже торгового оборудования. Уже через минуту они расскажут историю своего успеха. Не переключайтесь, я же с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова